очагов тв представляет здравствуйте здрасте вы откуда из какого города вы а вы из одессы я понял одесситы вопросом не отвечают они утверждают хорошо одесситы это кто одесса жители одессы очень проницательно вы знаете как вы угадали что это жители одессы вы из казахстана правильно я понимаю это по внешности видно ну видно во первых что у вас стоит значок казахстана во вторых по внешности тоже спасибо вы тоже проницательный да я проницательный слушайте вот у меня вопрос к вам недалее как два дня назад состоялась вот это заседание у дкб да слышали организация коллективной безопасности там куда входят казахстан европа узбекистан таджикистан если не ошибаюсь беларусь да вот ну да вот и там типа вот такое было декларативное заявление по итогам этого что типа ну вот будут совместные учения в общем общем короче начали муссироваться слухи что казахстан типа может начать помощь россии в войне с украиной как вы к этому отнеслись смотрите как вас зовут владимир владимир я обращаюсь к вам лично как гражданин на республике казахстан я никакой мере не хочу оскорбить вас оскорбить вашу нацию и как пойму с украины это понял вы очень очень сердцем болеете за свою страну сейчас на данный момент я хочу вам просто заявить казахстан никакие военные и остальные операции не будут ступать о дкб было сформировано только в мирных целях они не на явном нападении на их стран ну как в мирных целях у вас же российские войска зашли и начали убивать ваших демонстрантов это разве мирные цели были нет они не убивали наших а что они делали с ними петушка на палочке раздавали также также и белорусы заходили ну неважно убивали ваших вы у вас вы сказали вы сказали что-то в мирных целях а я вам говорю что убивали же а у вас не было убито ни одного демонстранта да я правильно смотрите у нас было как и у вас ну так значит все таки не в верных целях уже получается ну поверьте мне верю смотрите владимир давайте так у вас нет ответ на этот вопрос я понимаю он сложный у меня есть давайте я вам дам время подумайте минуту я подожду и дайте если у вас есть ответ а не пытайтесь сейчас вот как-то это сам давайте я подожду серьезно нет я даже не вам сложно собраться с мыслями придумать правильный ответ но попытаетесь давайте владимир я не буду подрывать опорта пытаться отдаваться нет пытаться поддаваться поддаваться не будете я скажу так я сердцем плачу за то что славянский народ убивает друг друга а дела наши республики это наши дела а вы вы поддерживаете то что россия начала войну против украины или осуждаете как человек осуждаю а как не человек как больше больше в политике говорю да как больше в политике вы поддерживаете нападение россии на украину знаете что сделать а как человек вы осуждаете я понял очень такая интересная позиция я правда нифига не понял но очень это было интересно послушать на смотрите да скажем так ракета земля в воздух на данный момент на данный совершенственный технологический момент он может достичь помощь река ничего не понимаю вы сейчас слышали себя давайте до вашего соображения для вашего я пищу дам где-то земля воздух может достичь пол материка что вы сказать на данный момент ракета земля воздух может достичь пол материка как понять достичь пол материка пол материка сколько материков есть у нас во всем мире какая причем тут короче хорошо ладно давайте так пища для размышления прогуглите что было в кыргызстане когда хотела база нато разве развернуться в кыргызстане что что было что было это вам пища для размышления я далек от поле это вы мне домашнее задание ну не то что домашнее задание прошло для для вас пища нет нет если дороже задание я же не возражаю я пойду его выполнять потому что я в принципе понял что ракета земля воздух может достичь пол материка вот это был самый грамотный развернутый ответ на мой вопрос все спасибо всего доброго привет казахстан до свидания если кто-то что-то понял напишите мне вообще ничего не помню очага в пиве паровадис откуда вы а вы что опять записываете youtube я всегда записываю конечно но не обязательно в youtube спернского края спернского да только недавно говорил спермикум понятно ночевая чем вы хотите сказать смешного смешного нет смотрю вас смотрю вас в ю тубе иногда ставите лайки я надеюсь вам почему-то не хочется ставить почему почему объяснить дядя славе ставлю всегда лайк который двух слов не может взять матершинник грязный блин какую-то херню мелет блин это просто уровне можно через через ваш канал передам всем подписчикам дяди славы привет дядя слава рулит молодец что что тебе нравится в дяди славе ну конкретно муж какой-то пример привести что вот он несет тебе такого что тебя вот это и так сильно сильно тебе нравится и интересует тебя мощ мощный мужик ну в чем выражается его мощь молодец нормально рассуждает я понимаю можешь привести пример где у него такое нормальное было здорово и красивое рассуждение каждый день всегда каждый вечер то есть не можешь привести ни одного примера я понял их просто слишком много слишком много поэтому аж ни одного не может привести ну да наверно вы прямо в одессе нет нет город очаков знаешь а ну вот я говорю очаков ты вы а я думал что в одессе почему нет ну у нас как очаков недалеко от одессы ну знаешь знаешь сколько от одессы я тебе скажу где-то 70 километров примерно понятно а к это ну вот я так думаю любой россиянин скажет вот чем знаменит очаков это очаковское пиво нет нет очаковское пиво это в москве есть район называется очаково там есть пивной завод поэтому многие россияне этого не знают они путают просто там очаково а здесь город очаков понятно понятно вот мы же с вами адекватно сидим разговариваем да но я всегда адекватно разговариваю а я вот видео там смотрю там какой-то негатив постоянно но не то что говорю от вас а вообще вот какие-то беседы негативные получаются ну это дядя слава негативщик понимаешь смотри когда я говорю с дядей славой да он он вообще мне просто вырубает звук и врубает звук из своего этого самого рта со вставной челюстью и оттуда такие помои льются блин там самое мягкое слово это ну я даже не хочу говорить ну ты же сам знаешь правильно ну я там до конца не смотрел вот они смотрел от меня дядя слава бегает он со мной боится что что-то обсуждать понятно все давно пойдем потому что пару раз мы с ним поговорили он обкакался и с тех пор он меня убегает ну он тут на стриме про вас говорил когда ну вот на днях где-то либо выходные либо 9 мая ну что-то что-то в районе того ну что там что с вами просто типа вот ну там видимо украинские подписчики там же много с украины его смотрят что он говорил а ну расскажи мне там видимо пишут что типа давай на очагов тв типа беседу давай поговорить нет говорит я не не выношу этого да не переношу разговор ну что не вывожу а ну конкретно могу сказать что типа вы находите там послабее себя типа и типа опускаете там в лужу людей типа садите там типа такого короче а он типа о чем с вами так он что типа о чем с вами про вас конкретно это он говорил типа о чем с вами говорить не не просто я я всегда вообще всегда склонен начать разговор какую-то тему серьезно какие-то вопросы ответы он же не он же открывает свой грязный рот выключает мне звук и начинает поливать грязью а вот насчет вот этой всей заварухи можем с вами но там буквально так вот мое мнение ну давай какой заварухи что ты имеешь вот сейчас что происходит имеешь ввиду война между россией и украиной что-то война так ну 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 и чем какие вот в украине вопросы сделай что-то обратно что-то пошло ничего не делал только что не было я звук маленько убавил а ну еще так мне плохо слышит плохо слышно только что я я себя не слышал ну так еще есть эхо ну а вот насчет насчет газпрома вот насчет газпрома насчет трубы газовой да он со мной тут просто коллега сидит это короче в ю тубе себя потом возможно увидишь это с украины очагов тв называется типа как диослава вот только со стороны украины да нет не сравнивать да я просто ну пример привожу насчет газпромовской трубы да вот с двухтысячных годов там украина динамила по деньгам по оплате до газпром и не думаете что вот сейчас вся эта фигня чисто из-за газпромовских труб нет нет в украине естественно не во-первых если бы это было бы так россия должна была бы это предъявить это во-первых во-вторых и самое главное самое главное это все решается в международной судьбе дипломаты не смогли дипломаты не смогли договориться так вот международный суд если я не ошибаюсь в пятнадцатом году присудил вот по этим всем конфликтам финансов россии выплатить украине если я не ошибаюсь там три или четыре миллиарда что россия это уже сделал это уже после четырнадцатого года поняла так это 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 поэтому то что ты говоришь и был международный суд который признал россию и она себя и вы знаете же это все я это все понял но вы знаете же это типа когда дипломаты не могут договориться вступает в действие армии да ну а труба то здесь вот мне знаете о чем ваши дипломаты о том чтобы украины им сдалась а украина сказала это не называется это делается вот такие ладно все хорошо это все давай давай привет дядя славе пусть не убегает обязательно вот человек слушает дядя славу это слава у него кстати когда-то был нормальный такой спортивного толка точнее здорового образа жизни канал а потом дядя слава видно конъюнктурщик нос по ветру и начал вот это вот всю шнягу ауешную там на которую набрал там огромное количество просмотров там на одном ролике ауешном вот и ну в общем такое знаете а как он разговаривает но если кто видел он у меня есть там сколько там пару недель назад с ним он просто убегает время он просто открывает свой рот грязный выключает мне звук и мак такой тройной блин а потом сливается вот вот и весь его разговор а вот это адепт дяди славы ну по крайней мере человек более не менее адекватно разговаривает можно можно и поговорить а почему сегодня какой какой ты какой ты военный посмотри на себя какой ты военный а и чё не а чё сам да ну слушай ну ты ты похож ты похож на обычного бомжа нищебродского какой-то военный военный покажи покажи мне покажи мне свое удостоверение военного курпа пути пока ну так вот такой ты военный билет у меня отобран да как вот конечно слушай ты бомжара блин ну бля военный билет ты сидишь в сарае бомжара блин покажи давай за компьютером сиди за компьютером покажи хоть один военный билет русского военнослужащего ой полно полно а она же озевание озевание твое знаешь что означает что ты пиздобол почему-то понял старая ты хуйня и вчера а потому что твое когда ты вот это вот вот это вот делаешь ты пиздоболи ладно хорошо хорошо не ори не ори хорошо ну подожди не ори давайте военные билеты покажи мне сейчас покажу только не ори пожалуйста счастье покажу слушай чего ты думаешь мне сложно показать те военные билет это же очень легко ты же понимаешь как это легко показать русский без военных билетов туда и до показа показываю тебе на на смотри блин на тебя я военный билет на пленный солдат рф блин удостоверение личности видишь шалаев юрий владимирович шалаев юрий владимирович воинское звание и воинская должность лейтенант вот лейтенант видишь написано после последнюю страницу командир взвода воинской части 71 718 на смотри на общение спор вообще с тобой не буду спорить мне на билет можно показать последнюю последнюю страницу я тебе показал украинца который беженец и показали последнюю сейчас я покажу тихо 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 не подгорает сейчас еще тихо 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 вот пленный солдат рф смотри сюда а вот кстати смотрите вот этого я не видел а вот давайте посмотрим вот она видите пленный солдат рф вот здесь вот его данные а вот у него фашистская свастика на спине пленный солдат рф а вот его документы и они будут рассказывать где там нацизм и фашизм блин в украине вот они видите вот он вот так вот кстати хорошо надо будет показать следующему что он Субтитры сделал DimaTorzok